Напомним, первые изменения имели место в январе и апреле текущего года и касались перечня организаций, которые теряли право пользоваться одной из самых популярных схем минимизации налогов. Речь идет об упрощенной системе налогообложения. С 1 июля это правило распространилось и на коммерческие организации. Унитарные предприятия прекращают применение упрощенной системы налогообложения в том случае, если учредителем в полном объеме является юридическое лицо, организации иной правовой формы прекращают применение упрощенной системы в том случае, если одним из учредителей является юридическое лицо с долей собственности более 25%. В данном случае организации обязаны прекратить применение упрощенной системы налогообложения с 1 июля, подав соответствующее уведомление в налоговый орган, которое предоставляется не позднее 20 августа в декларации путем проставления соответствующей отметки. Введенные ограничения исключают возможность применения упрощенки в дочерних организациях хозяйственных обществ. В свою очередь, это существенно затрудняет применение распространенной в прошлые годы схемы минимизации налогов путем дробления бизнеса, когда одно юридическое или физическое лицо создает вместо одной компании несколько, чтобы перераспределять между ними часть выручки. Кстати, налогообложение сделок переходного периода зависит от формы введения учета, которая применялась в период оплаты налога при УСН. Те организации, которые вели бухгалтерский учет и осуществляли учет выручки по мере отгрузки, нюансов не должны никаких применять. То есть, все налоги по отгруженным объектам до 1 июля у них должны быть отражены в декларациях, подаваемых за первые полугодия 2015 года. Для организации, ведущих контроль в книге учета доходов и расходов, также внесены изменения в порядок определения даты оказания некоторых услуг и срока передачи имущественных прав. Всю информацию о нюансах, касающихся новшеств, вступивших в силу с 1 июля текущего года, можно узнать в налоговом органе по месту жительства.